Везде бары, рестораны, клубы. Сутки встречи с выпускниками. Раньше был вечер, сейчас сутки. Кто-то откуда-то приехал, кто-то поехал. Кто-то решил отметить в сауну, что на здоровье. А вы не знаете, где ездить? Мы же знаем. Едем, едем. Изменили. Есть места, есть места. Поехали. Самое интересное, что в сауну попросили с девочкой. Без мальчиков. У них там девичник. Сколько лет заработаете таксистом? Да, недолго. У меня были другие профессии гораздо выше парень. Даже говорят, что таксисты зарабатывают хорошо. Здесь? Да. Ну и работа тяжелая, конечно. Не, нормально. Работа у нас. Ночью, кстати, и работать легче. Прямой эфир, пожалуйста. Все в прямом эфире. Пассажиры каждые 20 минут новые. Поможем видеорегистратор. Наверное, многие. У меня был видеорегистратор. Но я однажды в Москве работал с регистратором. И регистратор у меня один стоял здесь. И его все видели. Он был впереди. А другой был спрятан. Спрятан здесь. И он был на сауну. Ага. Я там на мерседесе работал. Такие вещи потом вечером или ночью смотришь. Так, когда едешь, ты сам и не замечаешь. Интересного много. Гаишники, наверное. Да. Они все везде. Это тоже банально, да? Дашим пару копеек и все. Ты для них свой. Ага. Не в этом дело. У меня в Москве был случай, когда села пара. И мы поехали. В одно место приехали занято. Ну, они хотели гостиницу. Ага. Уже поздно. Вдруг я бью, а этот регистратор снимает. Вдруг я смотрю, вот такая тишина. Поворачиваюсь. А мерседесе здоровая со мной кобыла. Они у меня любую спокойно там занимаются. И я говорю, ну ее, я вам не мешаю. Не по-на-име лезть. Да ладно, лезть. Мне что-то вспомнить. Ну, это правда один раз в жизни. В Молдове был случай. Здесь, в Кишиневе. Везу мужа же свадьбу. Ага. Привез. Жена где-то скостно 20 килограмм. А он, ну дай бог, чтобы он весил вместе с башмаками 60. Такой тоненький, хрупкий. Вот, отвез их на свадьбу и поехал по своим, как говорится, заказанным. Через часика полтора-два проезжаю мимо этого ресторанчика. И смотрю, перед рестораном эта дама своего мужа за город туда-сюда пиджака, туда-сюда. Дубасят. И пытается вот давить. И она увидела, такси останавливается. А, вы. Буквально забросила его на заднее сиденье. Я говорю, ты слушай. Отвезите куда-нибудь. Я говорю, ты же это самое, убьешь мужика. Убью, убью, убью. Я говорю, что он такое сделал? Сволочь, он все, что нельзя было сделал. Я говорю, ну что такое? Говорит, ты представляешь, он встретил свою первую любовь. Ну, бывает, говорю. Да, но двери надо закрывать в туалет. На свадьбе. На свадьбе. И говорит, вся свадьба ждала, когда я наконец убежу. Я увидела, сволочь. Не знаю, убила она его сегодня или потом зарезала. Но была очень злая. Я говорю, ну слушай, ну, оказалось, что у тебя не бракован. И что, у тебя мало? А такие лет сорока, сорока пять опыт. И профессора, и наши ребята, которые за границей работают. И, как бы сказать, и валютные девчонки. И простые, и бандиты. Они в основном рассказывают. Все мне, как пастору. Ну, ты прикинь, и начинают рассказывать про свою жизнь. Один затащил меня в кафе. Ну, ты, наверное, кофе хочешь. Ну, не откажусь. Полтора часа с ним, Бакланин. Он смотрит на часы час. Достает деньги, ложит. Это твои. Наверное, нужно потом с кем-то поговорить. Да, надо выболтаться. Недавно легче. Ну, в понедельник всегда такой тяжеленький день. А вторник, среда, начинается. А кто ездит в среду, в ночью? Кто, куда? Все двигаются. Все куда хотят. В четыре часа начинаются аэропорты. Это каждый день. Сейчас все из Европы приезжают сюда, потому что там выгоняют. Там кризис ужасный. И то, что раньше европейцы не хотели делать, а делали наши, теперь европейцы скрипят.